За Христом, с Ним пробыли день, потом вернулись к своим занятиям, они были рыбаками. И когда в последующем Христос у моря Галилейского их призвал, показав им чудо о том, что они, хотя всю ночь ничего не могли поймать, но здесь огромный улов. Они выловили так, что две лодки были полностью наполнены и почти уже погружались в воду. И когда Христос их призвал, это были братья Андрей Первозванный, его брат Петр Старший и апостолы Иоанн и Иаков. Они все бросили и пошли за Христом и были свидетелями всех чудес Господа нашего Иисуса Христа. После того, как Господь, естественно, апостол Андрей был и на тайной вечере. Он был и тогда, когда Христос всем явился апостолом после Воскресения. Он был свидетелем Вознесения Господня, естественное и сождество и Святого Духа. И вот потом, когда апостолы бросали жеребий, кому куда пойти для проповеди Евангелия, апостолу Андрею, прежде всего, досталось северные страны, побережье Черного моря и дальше. Но здесь мы также помним, что вместе с апостолами жеребий бросала и Пресвятая Богородица. И ей выпал жеребий и Верия, то есть Грузия. Но сначала Ангел Господень ей явился и сказал, чтобы она туда сейчас не шла. А потом и Сам Господь ей явился и сказал, что этот жеребий просветится в последующие времена. А ты пошли туда, апостола Андрея, Андрея Первозванного. И Пресвятая Богородица благословила апостола Андрея, чтобы он пошел к Евею. И в благословение она дала свою нерукотворную любовь. То есть она взяла доску, помолившись, приложила эту доску к своему лигу и на ней, на доске отпечаталось изображение Пресвятой Богородицы. Причем удивительное дело, что, насколько я понимаю, изображение Богородицы на этой иконе было с младенцем. Хотя, естественно, когда Пресвятая Богородица эту доску прикладывала к своему лигу, младенце, у нее на руках быть не могло. И апостол Андрей с этой иконы пошел и проповедовал в Грузии. Совершалось множество чудес от этой иконы, множество исцелений. В одном месте сами жители очень просили его, чтобы апостол эту икону оставил. У них на апостолах Андрей взял еще чистую доску, приложил к этой иконе и получил нерукотворный список, который в том месте и оставил. Потом эту икону он оставил после чудес, после того, как жители этого места во главе со своей самой царицей приняли, и, если мы крестились, приняли христианство, апостол Андрей эту икону оставил в селении Ацкурса. Эта икона стала известна как Ацкурская икона Божьей Матери. В самой Грузии очень почитаются списки с этой иконой. В последующем, мы знаем, он проповедовал и на берегах Черного моря, в Тавриде, то есть в Крыму. Он дошел до Устин, где Днепра, согласно преданию, поднялся по Днепру, дошел до места, где ныне сам не стоит матери русских городов, Киев, благословил эти места, сказав, что на этих горах будет сиять благодать Божия. И множество славных церквей здесь прибудет. И на этом месте водрузил крест. Точно так же, как он и кресты в СМЕ водружал и в других местах, в том числе и в Грузии. Далее, согласно преданию, хотя оно СМЕ появилось у нас достаточно поздно, он поднялся вверх по Днепру, дошел до Новгородских земель, побывал на острове Валаам, благословляя эти места. А потом, через Европу, через Балтику, через Европу, стал совершать Божие путешествия евреи. Надо сказать, что кто-то из историков светских оспаривает предание о том, что апостол Андрей настолько прошел нашу русскую землю и был в Новгороде, на Валааме. Но вместе с тем, недавно одни любители, не профессионалы историки, провели интересное исследование. Они стали изучать топонимию, то есть, географические названия. И оказалось, что вот вдоль этого пути, по которому, согласно преданию, шествовал апостол Андрей Первозван очень много географических названий с корнем Андр. Андрей. Это Андр, Андрюсовка, Андреевка. Причем, естественно, мы с вами знаем, что очень много по всей России разбросано населенных пунктов с названием там Никольский, Николаевка, Казанский, 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 да? Но вот связанных с именем апостола Андрея Первозванного почему-то вот в других местах России таких названий очень-очень мало. так что это косвенно подтверждает то, что апостол действительно прошел всю нашу русскую землю. Мы знаем, что он закончил свой жизненный путь в греческом городе Патре, где был распят на Х-образном кресте вниз головой. Причем перед этим он очень многих исцелил и правитель озлобившись на то, что жители Патр отступают от поклонения языческим богам приказал его распять. Причем так, чтобы доставить ему еще большее страдания он приказал не пригвоздить его кресту, а привязать веревку. Нам умом не совсем понять, почему пригвождение это более гуманная, легкая казнь, чем привязать веревку. Дело в том, что пригвожденный он быстрее умирал, меньше мучился. А если привязывали ко кресту, то он мучится в течение нескольких дней. И вот апостол Андрей Первозванный, вися на кресте вниз головой, он с креста продолжал проповедовать и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Причем когда попрошен на иисусом жители весьма возмущались и готов был вспыхнуть бунт по прошествии дней. И правитель было приказал освободить, снять с креста апостола, то апостол взмолился Господу, чтобы Господь со креста принял его душу. И Господь, конечно, исполнил просьбу своего любимого апостола. Так что, дорогие, для нас с вами апостол Андрей это не просто один из многих седых, который когда-то жил, который когда-то угодил Господу, а тот, который насаждал православие в нашей стране. Да, непосредственно церкви, основанные апостолом Андреем и Первозванным, Павел. Они к концу первого тысячелетия не сохранялись, не устояли. Здесь было и перемещение народов, И, конечно, далеко еще наши предки не были готовы к принятию христианства. Но мы знаем, когда святая и великая княгиня Ольга приняла крещение, она ведь была не первой христианкой. Христиане здесь были. Да, их было очень-очень мало. И когда князь Владимир тысячи с лишним лет тому назад сам принял и сын христианства, и с тех пор началось крещение Руси, не бы я сказали, что Русь крестилась одновременно. Это был процесс очень длинный, очень долгий. окраины России, Камчатка, Чукотка, они крестились аж в 19 веке. Так что этот процесс был очень длительным. Даже вот в нашем регионе, в Подмосковье, последние священные рощи, то есть место поклонения из язычников, они существовали еще при князе Иоаннико Литей. То есть очень долго язычество сохранялось, конечно, сопротивлялось. Но тем не менее, из благословения святого апостола Андрея Первозванного, который благословил нашу землю, Русь крестилась. Христианство православия в ней утвердилось. И мы очень верим, что и русская православная церковь простоит до скончания веки. И врата ада ее не одолела. Я здесь дорогие скажу маленькое помарк. Мы знаем, что Господь сказал. Сойди, что церковь мою и врата ада не одолеют ее. Это было сказано про вселенскую православную церковь. А не относилось к какой-то конкретной поместной церкви. Мы знаем, что и целый ряд некогда великих поместных церквей давно стали существом. В частности, Карфагенская церковь. На сей время мы знаем целый ряд замечательных святителей, чьи имена и соборы Карфагенской церкви вошли в книгу правил. их имена святителей составляют их труды составляют золотое предание нашей всей православной церкви. Но тем не менее этой церкви давным давно уже. Но мы верим, надеемся, что и по предстательству святого апостола Андрея Первозванного, который посетил Русь, посетил наши земли, благословил наши земли. Вера православная здесь сохранится до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Всех нас поздравляю с праздником нашей церкви. И очень примечательно, что не так давно седут нашей русской православной церкви церкви. Семьи праздник памяти апостола Андрея Первозванного, так же, как и память крестителя Руси князя Владимира обозначил в календаре красного цвета, как самый, как один из самых значимых праздников нашей церкви. Храни вас всех, Господь. Праздник. Праздник.